Скажите, пожалуйста, Яков обязан был входить к женам и наложников. Отчего нет его реакции на соперничество? Как вы думаете? Вообще, мужчина в еврейской традиции обязан удовлетворять женщину. Обязан удовлетворять – это значит, что обязан сделать так, чтобы женщина получила оргазм, взрослым языком говоря. В зависимости от своей работы, он обязан это делать раз в неделю или, может быть, раз в месяц, если он, скажем, погонщик вегрудов или куда-то ходит и так далее. Да, Яков обязан входить к своим женам. Естественно, не обязан входить к наложницам, не обязан брать каких-то наложниц, не обязан слушаться Рахе или Лею, когда они решают, с кем ему спать. В семье у Якова бардак, если говорить простым языком. Это, к сожалению, так. Яков слушается своих жен и не то, что у него нету своего мнения, но он, как бы, да, плывет по течению. Вот Елена задает похожий вопрос. У него нету своего мнения. Как бы ему сказали войти, сказали войти, он и вошел. А зачем ему разборы с женщинами? Он попал в такую ситуацию, когда у него одна нелюбимая жена, с ней и чувство ненависти по отношению к ней, и чувство вины по отношению к ней. У Якова семья, ну, не пожелаешь никому все эти взаимоотношения между сестрами, в которые Яков попал. У Якова они за 14 лет. У Якова все эти дети расстаются практически за 7 лет от 4 женщин. Потом как-то посчитаем, почему. Почему Яков какой-то вроде бесхарактерный? Жены вертят им, как хотят, да? Яков бесхарактерный, и жены вертят им, как хотят. Это правда. Он ни с кем не хочет ссориться. Он вот такой. Получается, что у Якова 4 первенца. Нет, не получается, потому что на ложнице не может быть первенцем. То есть от первенницы, тот, кто имеет право на наследство, а сыновья на ложнице не имеют право на наследство, поэтому первенца у Якова только 2. Какие комментарии есть об этих молчаливых на ложницах? Имена их вписаны, значит, они важны. Молчаливые на ложнице. Ну, очень много. Вообще в писании очень много молчаливых женщин. Очень много молчаливых женщин. Женщины, которых выдают замуж и забирают у мужей, и то, и другое. И женщины все время молчат. Вся история человечества, исправление, это одна из грани исправления человечества. Это то, что женщина должна начать говорить, иметь свои права, как-то заступаться за себя. Я как-то был на курсах и общался с девушкой-бедуинкой. Ей было 22-23 года. И она мне сказала, что сегодня у меня радость, муж берет вторую жену. Я ей сказал, ну и что за радость? Я что-то тебя не пойму. Почему это радость? Она сказала, смотри, меня выдали в 16 лет замуж за него. Ему 50. Я его не люблю. Он ко мне все время лезет. Сейчас он возьмет вторую жену, он перестанет ко мне лезть, от меня отстанет. Я останусь со своими детьми. Он будет мне давать деньги. Вот радость. То есть, когда мы говорим, взял вторую жену, мы смотрим, скажем, понятиями 21 века, а вот тут рядом 21 век и совершенно другие понятия. Если поставить себя на место той девушки, то понятно, почему хорошо, что муж берет вторую жену. Точно так же, может быть, и наложится. Для них это возможность как-то изменить статус, как-то подняться, как-то что-то. То есть, люди смотрят совершенно не такими глазами, как мы смотрят на реальность. Реальность воспринимается ими немножко по-другому. Получается, якобы родили много детей, но как-то не из любви, а из-за соперничества и зависти. Да, так и получается. У якобы очень сложно с детьми. И все это соперничество между, скажем, даже когда мы читаем уже позже, когда народ возвращается в страну, и где стоят дети наложниц, и где стоят дети проматерей, они стоят в разных местах. Статус на этот статус остался очень долго, хотя Иосеф боролся за его отмену. Мы увидим это у Иосефа. Это очень-очень большая трагедия. Снова Лаван заложил такую бомбу. И это большая трагедия. Никто не хотел иметь общего ребенка с Яковым. Одна хотела быть с Яковым, для этого иметь детей, чтобы, наконец-то, муж на нее посмотрел. Другая, с которой муж был, хотела иметь детей. И это беда. На первый взгляд у Якова жизнь совершенно не складывается. Однозначно. И на второй взгляд у Якова жизнь совершенно не складывается. И, наверное, мы дальше увидим. Ведь еще не закончился рассказ, да? Мы пока только читаем начало рассказа. Разбогатела в отношениях несчастья. Да, да, к сожалению, так. Но богатство ведь оно не дает любви. Да, любовь в ней копишь за деньги. И Яков тому хороший пример. Вот. Ну, Тора, она чем замечательна? Она не о географии, это не о святых. Она не показывает там все в таком радужном свете. Вот такая вот у Якова семья. Такие вот у Якова отношения. Такие отношения между женами. И мы видим постепенно, постепенно, как это все исправляется. Как сказала одна протеста, когда мы знали, из какого сора растут стихи. Когда мы знали, из какого сора вырастает еврейский народ. Из чего, из каких ситуаций, где, в каких ситуациях оказывается праведный человек. Вот Яков вроде бы учится на праведника, но проходит вот такую вот непростую школу. И не все у него замечательно, если там кто-то знает. А хочешь такую семью, как у Якова? Не дай бог. Еще потом мы же дойдем до того, что дети его бронут от другого, и дети на лоджи сыграют отдельно от детей, детей, жен. То есть все в семье Якова будет долгое время наперекосяк. И в народе Израиля, как следствие этого, тоже. То есть это начало долгой, долгой истории исправления. Вот как раз буквально вчера опубликовал прожюр о Бестер, как в книге Истер, какие-то процессы, начатые в этих главах, заканчиваются, когда что происходит с Бениамином, что происходит с другими. Это все про образы долгих-долгих-долгих и сложных процессов. Но пока сказать, что Яков хрунший семьянин, что кто-то хочет его семью, женой, и наложиться, нет, я думаю, что нельзя. Субтитры создавал DimaTorzok